Мурат Малин, вот хотелось бы к вам обратиться, помимо чувства гордости за то, что нам действительно удалось в такие кратчайшие сроки осуществить такой масштабный проект. Какое стратегическое значение все-таки имеет этот аэропорт? Как уже было ранее отмечено, это действительно международный аэропорт, то есть это уже глобальное значение имеет. Дело в том, что, как мы знаем, руководство страны после завершенной войны сказало, что главным стратегическим направлением дальнейших действий наших в Карабахе, в Восточном Сангизу, является восстановление наших территорий. И превращение этого региона в самый красивый, быстро развивающийся регион, можно сказать, бывшего Советского Союза, даже и миром можно так отметить. И в этом смысле Визулинский аэропорт, который построен на такие короткие, рекордные, можно сказать, сроки, это не простой аэропорт, аэропорт высокого класса, то есть он способен принимать любые самолеты, существующие сегодня в авиапарках международных авиакомпаний. Является воротами наш Карабах, то есть на начальном этапе через эти ворота воздушным путем будет происходить, как и доставка грузов, поездки людей, а в дальнейшем развивать туризм и другие отрасли. Да, это первая ласточка, потому что в очереди у нас стоит еще Зангеландский аэропорт и, как мы знаем, Лачинский аэропорт. Лачинский аэропорт на высоте более трех тысяч предусмотрено строительство. То есть Азербайджан сегодня показывает чудеса своего экономического развития. Вы знаете, когда война закончилась, я сказал, что мы закончили войну, да, мы показали высокий профессионализм, уровень, но мы переходим сейчас в второй стадии экономического развития региона. И будьте уверены, Азербайджан здесь тоже одержит такую же победу, как он совершил с четырехдневной войны. И мы сейчас являемся свидетелем тому, потому что построить такой аэропорт за такую короткость, семь месяцев, вот видите, даже журналист говорит, что строители сами не верили, что возможно это сделать. И в основном это сделано компаниями, по-моему, если я не ошибаюсь, компания Азербайджанская Азербайджанская, азербайджанскими строителями. То есть мы уже обладаем и опытом в короткой строительстве. Да, вот мы сейчас видим даже кадры, которые это прямое подключение как раз из Физули, и вот мы видим, какая масштабная работа проделана, действительно глобальный такой проект. И я думаю, что за такое короткое время его построить, это действительно требует больших ресурсов и большого усилия. Я бы еще добавил, что дело в том, что авиакомпания, которая совершила сегодня посадку в нашем аэропорту, это наш Азал. И вот вы видите на экране Boeing 747-400 нашей авиакомпании Silkway. Эти авиакомпании тоже сегодня на высоком уровне ценятся в мировом авиасообщении. Я могу сказать, что наша Silkway сегодня входит в десятку лучших грузовых авиакомпаний мира. Она сертифицирована Министерством обороны США, НАТО, Бундесфера. Азал мы знаем по уровню, качеству обслуживания посетителей, пассажиров, наш Бакинский аэропорт. То есть у нас в этом отношении, в области авиасообщения, очень высокие стандарты. И я более чем уверен, что эти стандарты будут и в нашем Физулинском аэропорту, и в будущем наших других аэропортах. Муразмарин, вот скажите, сегодня также совершилось еще одно историческое событие, это доставка грузов авиационным путем, как уже отмечал наш корреспондент. Какое это значение имеет? Почему это так важно, особенно в контексте таких глобальных восстановительных работ, которые сегодня ведутся на деоккупированных землях? Вы знаете, доставка грузов авиасообщения, это в первую очередь, конечно, укорачивает время доставки. Но я хочу отметить один факт. Мы знаем, мы сегодня столкнулись с глобальной проблемой пандемии. И в этой ситуации многие грузоперевозки автомобильными, железнодорожными путями были заморожены. И в этот момент наша авиакомпания, вот Silkway, практически обеспечила нашу страну всеми медикаментами, всем медицинским оборудованием по борьбе с пандемией. То есть в кризисных ситуациях у нас есть своя авиакомпания, которая может в короткие сроки все это обеспечить. И в этом смысле обеспечение грузов и доставка их грузовым авиатранспортом в первую очередь во временных рамках дает нам возможности, чтобы в короткое время осуществить все проекты, которые мы предусмотрели в Карабахе. Я хочу отметить, что вот второй аэропорт наш Зангеланский, скорее всего, будет в основном, он будет заниматься именно грузовыми перевозками. Потому что наряду с началом строительства аэропорта, правительство Азербайджана подписало контракт с авиакомпанией Boeing на закупку, если я не ошибаюсь, шести современных грузовых авиалайнеров. То есть правительство страны, учитывая стратегию развития Карабаха, выдает огромное значение авиационным грузоперевозкам. И для этого именно были подписаны эти контракты. Вы ранее отметили, что аэропорт Физулей – это воздушные ворота Карабаха. Обладает ли вот этот аэропорт такими возможностями, таким потенциалом, чтобы стать новым региональным авиахабом, на ваш взгляд? Дело в том, что если мы посмотрим на карту региона, то в этой зоне он является одним из самых крупных аэропортов. Если мы будем учитывать перспективы строительства и Зангеландского аэропорта, и Лачинского, то по техническим характеристикам мы видим, какая полоса, длина полосы, ее стандарты. Это будет одним из главных хабовым аэропортов нашего Карабаха. Потому что подобный аэропорт у нас находится международного класса чуть далее, уже в Гяндже, и в Габале, и в Линкаране, и в Баку. То есть в этом регионе, в западном регионе, даже я бы сказал, в юго-западном регионе, это будет одним из больших хабов наших. И я думаю, что в скором времени мы уже не будем успевать принимать самолеты одной полосой. Наверное, в перспективе и предусмотрено строительство второй полосы. Я думаю, что и терминалы будут развиваться. Потому что с такими темпами, как на сегодняшний день у нас идет работа по развитию Карабаха, я думаю, что данный аэропорт уже не будет способен принимать достаточное количество пассажиропотока, грузопотока. Вот именно поэтому было принято решение о строительстве дополнительных еще двух аэропортов. По сегодняшним историческим событиям я бы хотел вспомнить историю с событиями по поводу Ходжалинского аэропорта, так называемого, я его назвал фейковым аэропортом Армении. Это тот аэропорт, который я бы хотела пояснить для наших зрителей, которые оккупационные силы заявляли, что они построят на азербайджанских землях на протяжении вот этих 30 лет оккупации. Да, и вот бывший президент Армении Саркисян заявлял, что первый полет осуществит он лично сам. Но, к сожалению, судьба распорядилась так, что первый полет в Карабах осуществила азербайджанская авиакомпания. На самолете Карабах. И это хороший пример всем тем, как нужно строить аэропорты, как нужно их использовать. И вообще, кто является хозяином Карабаха. Потому что построить такой аэропорт, правильно Шамистан говорит, на территории, которая полностью заминирована, это первое. Второе, там не было электроснабжения, там не было питьевой воды, там вся инфраструктура заново построена. Это немало, это не работа одной полосы, строительства одной полосы. Потому что строить аэропорт, строить вот это навигационно-техническое оборудование, а потом это все сертифицировать. Потому что Пенсионерский аэропорт является международным аэропортом. А многие документации, работа по сертифицированию, это занимает очень много бюрократических волокит. То есть, успевать завершить и эту работу, я бы сказал бы, конечно, и наши строители, и представители АЗАЛа, которые участвовали в этом. Я им выражаю благодарность. Они совершили, можно сказать, героическую работу. Амурат Малин, хотелось бы к вам обратиться. Какое значение имеет Физулинский аэропорт с социальной точки зрения? Мы знаем, что уже объявлены вакансии по приему сотрудников, которые будут работать в этом аэропорту. До этого я бы хотел еще добавить к вашим высказываниям по поводу, что будет означать открытие Физулинского аэропорта для иностранных инвесторов. Буквально на днях я слушал интервью британского посла вашему телеканалу. И там он откровенно, открыто заявил, что мы с нетерпением ждем открытия Физулинского аэропорта. Мы знаем, что британские компании уже готовы работать в Азербайджане, особенно в области разминирования. Даже правительство Ее Величество выделило 500 тысяч фунтов на это дело. Британские неправительственные организации. И заявление посла, это был именно показатель, что международные организации ждут возможностей, в том числе и логистических, в лице открытия Физулинского аэропорта. Что касается вашего вопроса по социальным, конечно же, любое развитие, в том числе и авиационных инфраструктур, энергетических, туристических, все это будет создавать дополнительные рабочие места в Карабахе. И буквально недавно было объявление авиакомпании Азал, что они приглашают бывших жителей Физули на работу авиакомпании, извиняюсь, в аэропорту. Поэтому подобного рода проекты, конечно же, являются в первую очередь показателем для развития обеспечения в этом регионе людей работы. Если мы говорим о возвращении беженцев, мы не говорим, мы должны в первую очередь учитывать, что этих беженцев мы должны обеспечить работой. А обеспечение работы в аэропорту это современная высокотехнологическая работа. Это будет им давать возможность получать высокую зарплату и повышать свое образование. То есть вся эта работа идет в правильном направлении. И я, честно говоря, радуюсь всем этим результатам, которые у нас появились. Я думаю, вот смотря на эти кадры, радуется весь азербайджанский народ. Потому что действительно вот сейчас то возвращение, о котором мы говорили долгие годы, сейчас мы видим его вот вживую, в прямое подключение. И вот действительно вот эти кадры, чувство гордости, которое, я уверена, сегодня испытывает каждый, оно просто непередаваемое. Смотря на то, что Азербайджан протягивает вот такую дружественную руку Армении, мы видим, что со стороны руководства этой страны пока что ответа, к сожалению, нет. Вот как будут развиваться события, учитывая то, что мы видим обстрелы периодически на государственной границе уже двух стран. И к чему это может привести в самой Армении? Мы видим, что там смена правительства происходит часто, министры подают в отставку. Вот что ждет Армения? Дело в том, что когда мы говорим об Армении, мы забываем один немаловажный нюанс. На сегодняшний день, как говорил наш президент, Армения не является самодостаточным независимым государством. Как ее премьер-министр, так и ее элита, политические партии и так далее, они находятся под очень сильным влиянием из-за рубежа. Это и их диаспора, и многие другие внешние силы в лице таких государств, как Франция, США и так далее. Поэтому, когда мы выстраиваем свои отношения с Арменией, предлагаем, Азербайджан исходит из своих национальных интересов, то есть из интересов своего населения. Руководство Армении исходит не из интересов своего населения, а из интересов тех сил, которые их поддерживают, которые их финансируют, которые им помогли избраться. Поэтому ждать от них адекватных ответов на наши реальные правильные заявления, конечно же, было бы абсурдно. Что может быть лучше, когда президент Турции, президент Азербайджана заявляет, что война закончилась, давайте демортикируем наши границы, откроем их, начнем торговать, взаимные инвестиции, коммуникации откроются. Это в первую очередь в пользу кому? В первую очередь в пользу армянскому населению, простым армянам, которые сегодня нищенствуют, которые в ужасном состоянии. Они сами себя ввели в блокаду благодаря деятельности их политиков. Как можно назвать притязание такой маленькой Армении, которая не может себя прокормить, такой гигантской стране, как Турция, ее территориальное притязание. Поэтому это смешно, это нереально. И ждать от них, сегодня я могу отметить, буквально на днях, это была встреча нового министра основных дел Армении с Лавровым. Да, министр основных дел, опять он заявил о существовании какого-то арцахского народа, о его самоопределении. Так называемого, да. Нету Карабаха, нету уже Арцаха, нету, все это закончилось. Есть сегодня восточный Зангизор, есть сегодня западный Зангизор, есть сегодня азербайджанские вооруженные силы, которые обеспечивают безопасность, несмотря ни на что. Никакая страна в мире, если сегодня руководство Армении надеется, что какая-то страна в мире их поддержит и так далее, пусть они вспомнят, что буквально в течение 30 лет их поддерживали, им потакали. А во время войны где эти были страны, которые их вели в конфронтацию с Азербайджаном? Они все сделали свои небольшие заявления, и этим все закончилось. Поэтому руководству Армении нужно создавать свои отношения с Азербайджаном и с Турцией, исходя из интересов своего народа. Хватит сегодня воевать. В принципе, то, что ваша политика притязания к территориям своих соседей не принесла никаких результатов, а привела к катастрофе и политической, и демографической, и экономической, во всех отраслях. Вы должны сделать вывод. Вы должны начать все с чистого листа. Вы знаете, я всегда провожу пример сегодняшней Германии. Германия сегодня одна из самых развитых стран Европы. Но после Второй мировой войны Германия представляла собой разрушенное государство. Так вот, один из их канцлеров, Вилли Бранк, в 70-м году посетил Польшу. В Варшаве перед гетто он сел на колени и попросил извинения от польских евреев за то, что совершила Германия. При том, что он сам же сидел в концлагере, он не имел к этому никакого отношения. Но Германия сделала выводы из своей прошлой политики, и она сегодня развитая страна. Если Армения сможет сделать выводы и перестать быть инструментом в руках других великих государств, больших государств, то ее ждет хорошее будущее, и в первую очередь Южный Кавказ будет развиваться. Мы сможем подписать мирное соглашение, мы сможем обеспечить всеоблеменную безопасность на многие годы вперед. А когда будет обеспечена мир и безопасность, здесь будут инвестиции, здесь будет развиваться экономика. А примерно тому Азербайджан на сегодняшний день опять создает новые инфраструктуры, которыми Армения тоже может в будущем пользоваться. Вы знаете, авиакомпании Армении, у них единственная авиакомпания была, последние 10 лет она 6 раз банкротилась. Вы представляете? А если сравнить азербайджанскую авиакомпанию Азал, Азал сегодня одна из лидирующих в мире компаний по количеству новейших самолетов в ее авиапарке. У нас нет старых самолетов. Даже был случай, президент Армении вынужден был, не смог вернуться из России, потому что его самолет технически был неисправен. У них второго даже не было. То есть Азербайджан сегодня обладает огромными возможностями, как и в транспортными, экономическими, энергетическими и так далее. Армении есть шанс. Будут они, примут они решение, это их право. Не примут Азербайджана мощнейшая армия. И я уверен, что после этого мы дальше будем совершенствовать его. В политическом плане у нас есть подписанная декларация, Шушинская декларация с Турцией. У нас есть заявление министра в иностранных дел от января 2001 года Пакистана, Турции и Азербайджана о совместной защите своих территорий. Так что, если даже они захотят... Мы проводим совместные учения, да, безусловно. Если они даже захотят, я просто провожу пример для них, чтобы они сделают выводы, если у них все-таки кое-какой здравый смысл остался. Поэтому единственный путь – сесть и с Азербайджаном подписать мирный договор. Амурат Малим, хотелось бы, уже завершая нашу беседу, обратиться к вам. Касательно моральной стороны этой ситуации, первого полета на освобожденных азербайджанских землях, мы видим, что за год, и это отметил и господин Гуд, что за год, чуть меньше даже года, когда вот азербайджанские земли уже были освобождены от оккупации, Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы. И такие работы, которые не были сделаны на этих землях за 30 лет оккупации. Я уверена, что это видят и представители армянской национальности, и армяне, которые проживают в Ереване, в других странах, и мы периодически слышим их тоже выступления по этому поводу. Вот с моральной точки зрения, с психологической точки зрения, какое значение это имеет в контексте Азербайджана, который сегодня показывает такой уверенный, решительный шаг в качестве важного игрока в регионе, который показывает, что страна готова к созиданию, страна готова к сотрудничеству. Вы правильно говорите. Именно эти действия подтверждают слова нашего президента, как до войны, как в ходе войны, как после войны, что Азербайджан стремится к миру, Азербайджан стремится к возрождению, созиданию. И это является фактическим доказательством. Сегодняшний наш аэропорт, это один из больших, крупных проектов. Но не будем забывать, что на днях мы откроем нашу автодорогу Победы. Это дорога, которую протянули совсем под тяжелым географическим территориям. Я хотел бы отметить, что буквально несколько месяцев назад азербайджанские строители смогли в Кельбаджарах завершить проведение электропередач по таким тяжелым горным условиям на высоте более 4 тысяч над уровнем моря высоковольтной линии проводить. Построили каскадные электростанции, они еще будут продолжаться строительство. Одним из важнейших элементов, я скажу, тоже не менее важный, это туннель, который будет под Муровдагом, 23 километра, говорят, что протяженность этого туннеля, который соединит Латчин и Кельбаджар с Азербайджаном. То есть все эти проекты показывают, что Азербайджан не только на словах, но и на деле, как вы говорите, привержен к созиданию, расцвету, к возрождению Карабаха, превращение его в один из лучших цветущих регионов даже мира, я бы сказал. И в этом контексте есть определенный нюанс. Азербайджан дает свой месседж и армянской стороне, и лицам армянской национальности, которые находятся еще на территории Карабаха, что мы на вас смотрим как на граждан, которые в свое время сделали неправильные шаги. Но сегодня у вас есть шанс присоединиться и воспользоваться этим. Кстати, на днях была такая информация, группа армянских жителей обратилась к нашим представителям в Шуше, что мы хотим дать нам работу, мы готовы работать. Поэтому перспективы большие. Еще раз я хотел бы поздравить наших строителей, которые за короткий период построили наш аэропорт. Это в первую очередь всем нашим представителям АЗАЛа, которые организовывали всю эту работу по подготовке технических материалов, других всех возможных нюансов. И, конечно же, азербайджанский народ с нашей такой победой. Продолжение следует...